Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlog и в Кремниевую долину. Меня зовут Виктория Породина, я технический рекрутер и коуч по вопросам поиска работы. Рядом со мной находится Виктор Попутский. Сейчас ты работаешь в Apple. Да, все верно. И также ведешь курс по QA и по фронт-энд. Да. Здесь. Значит, у нас намечаются две интересные темы, как минимум две. Это, конечно же, поиски работы и сама работа в Apple. Ну и о том, как войти в IT, если у тебя, в принципе, ноль знаний. Можно входить через QA и можно через фронт-энд. Правильно? Да, это реально. Меня зовут Виктор. Виктор Бабуцкий. Я работаю сейчас фронт-эндером-заработчиком в Apple. Ну, в общем-то, я начинал достаточно давно. Мой первый компьютер появился у меня в девяностом году. Это было что-то вроде типа спектрума. А потом ПК появился где-то в двухтысячном году. Я начал уже пытаться писать эту программу. Я писал еще на Бэйсике. Это была моя такая детская увлеченность. Потом я покупал себе книги по программированию. Книг было очень мало. Очень мало. И самые такие популярные, что у меня тогда заходило в моем таком поддестковом возрасте, так это был HTML. Первый я свой сайт сделал где-то так в две тысячи первом году. Мне это очень все увлекало. Как раз когда еще и Flash появился. Это, в общем, эти мультики. Как раз помните, может быть, там мультики про Масяню. Это прям взрыв был невероятного креатива. Я недавно смотрел этот мультик и думаю, что там было такого. Я обожала его, если честно. Да, но смотри, несмотря на то, что ты с детства, со школьных лет увлекался программированием, пошел ты учиться совершенно не на программировании. Ты, я насколько знаю, экономическую профессию получил. Да, я учился в Киеве на управление предприятием совместно с банковским делом. Я потом даже работал, точнее, у меня была практика в банке. Она была три дня после диплома. Для того, чтобы защитить диплом, нужно было пройти практику в банке. Я прошел, фактически я находился в банке три полных дня. Меня это совсем не впечатлило. Очень. Это последнее, как говорят, что программирование скучное. Так вот банковская работа в кредитном отделе, это еще скучнее во много раз. Хотя я даже целое лето во время обучения ходил на бухгалтерские курсы по своему собственному желанию. И думал, ну, я попробую. Я попробую поработать бухгалтером, как оно все пойдет. Я выучил все счета, я знал, как оно все работает. И уже были у меня несколько собеседований на должность бухгалтера. В общем, бухгалтер. И меня в тот момент как-то оно немножко отнесло. В этот момент моя жизненная какая-то вот линия, она отвела меня от бухгалтерии, от работы в банке. Мы начали делать сайты для очень маленьких предпринимателей. Мы были маленькие предприниматели, сайты были маленькие предприниматели. Все было очень маленькое такое. Это как анекдот. Маленькую рыбку я выпускаю, а большую кладу в спичечный коробок. Поэтому наш масштаб и масштаб наших клиентов, он тоже был очень такой ограниченный. Но это дало возможность заработка первых денег и получения опыта. Опыт мы получили большой, где-то положительный, где-то очень негативный. Ну, такова жизнь. Как дальше складывалось? Не возвращался ты в бухгалтерию больше никогда? В управление предприятием мне пришлось вернуться, потому что мы открыли свой интернет-магазин. Я его сам сделал, но сделать интернет-магазин мало. Им нужно как-то заниматься, нужно где-то покупать, где-то продавать. Нужно организовать работу курьеров, поставщиков, с клиентами общаться. Придумывать какие-то системы. Вот то, что сейчас уже много есть, типа CRM. У меня тогда их не было. Нужно было все делать самому. То есть я сам делал CRM, я сам делал систему учета. Потому что были, конечно, аналоги, их полным-полно, но разбираться было некогда. Мне нужно было на сегодня, и чтобы она сразу работала. Ну, или в крайнем случае на завтра. И мне нужно было только то, что мне нужно было. Мне нужно было 2-3 кнопки. Мне не нужно было управление предприятием, типа, готового продукта. То есть это так называемый e-commerce, да? Да. И в этом, вот если сейчас сравнивать, вот чем бы заниматься, если бы мы тогда бы не закрыли бы этот интернет-магазин, то я думаю, что в интернет-магазинах большое будущее, даже учитывая, что сейчас ими переполнено все. Там еще полно особо там место. А смотри, а с точки зрения, все-таки у меня аудитория техническая, да, и в основном программисты. Может быть, кто-то из них и хочет открыть свой магазин. Но я думаю, что большинство из них обеспечивают какую-то техническую работу и могут обеспечивать в e-commerce. Расскажи отличия, ну, все-таки сейчас у тебя есть какой-то уже другой бэкграунд в мире из e-commerce. Есть ли какая-то специфика работы разработчиком, да, или там, ну, не совсем у тебя была такая должность, но вот именно в e-commerce. Помимо этого магазина я еще, точнее, до него я еще работал в Киеве, в Москве, тоже в больших компаниях, даже частично государственных, то есть там со своими особенностями. Что должен обеспечивать в первую очередь программист? То есть какие основные задачи его? Ну, программист, давай-то скажем, разного уровня решает разные задачи. Если мы говорим о, допустим, среднем уровне разработчика, то он должен получить задачу и героически ее решить. Ну, либо вовремя отчитаться, что ты ее не можешь решить. Да, но и комикс, ты сам себе был начальником части, да, то есть ты делал и техническую часть. Да, мы полностью придумали и выбрали нишу, и все от начала до конца сделали, но все помнят этот момент, когда доллар с рублем немножко не подружились, и тогда это было для меня критично. Я принял решение, что мы не будем его тащить, мы лучше его закроем, все, чтобы не уходить в какие-то убытки, я решил его закрыть. Ну, а с какими проблемами, все-таки хочется вот эту тему и коммерса чуть поглубже, с какими проблемами сталкивается вот разработка именно сайтов для онлайн-продажи чего-то? Ну, очевидно же, что есть разные области, да, и в каждой области у разработчиков есть свои какие-то сложные задачи, сложные моменты, где сконцентрировано больше всего разработчиков. Больше проблем, да? Да, вот самая такая проблемная зона в и коммерсе. У меня была проблема выбора платформы, потому что мне нужно было сделать это быстро, и мне нужно было начинать продавать, мне не нужно было заниматься разработкой, мне нужно было получить готовое решение. Я на тот момент работал очень плотно с CMS Drupal, поэтому я взял ее, и она мне полностью соответствовала. Пришлось, конечно, допиливать, доделывать какие-то модули, уже лезть в код, но, в принципе, что позволяет CMS-ки сделать, развернуть, начать быстро стартануть, а потом уже спокойно доделывать, либо вообще мигрировать на какие-то кастомные решения, что в процессе оно так и получилось. А расскажи тогда о том опыте, ты сказал, что у тебя такие полугосударственные были организации, в которых ты работал, то есть это была такая полноценная корпоративная культура, большая компания. Да, это было обслуживание государственного проекта, строительство, проектное строительство, поэтому мы приходили туда, можно сказать, как на службу. Мне эта дисциплина не очень мотивировала. Это было не, несмотря на то, что наш отдел был IT, это было не сильно такое драйвовое действие. Да. Расскажи о своем арсенале. Что в твоем арсенале сейчас? Какие основные технологии, инструменты, языки программирования ты используешь? Ну, скажем, не используешь вообще вот за это все время, от начала, как ты начал вообще интересоваться программированием и до сегодня? Я использовал, ну, с чего я начинал? PHP, C-Sharp, немножко Delphi, но с этим я сейчас уже не работаю абсолютно, и можно сказать, что я это забыл. И когда ты не работаешь с каким-то языком или технологией, она очень быстро забывается, по крайней мере, у меня точно. Сейчас я работаю с фронтендом, это JavaScript, мой любимый фреймворк, библиотека React, ну, и вся инфраструктура, которая возле него построена, React и Vue. В общем, сейчас, если даже начинать изучать фронтенд, то нужно в любом случае сделать себе базу JavaScript хорошую, а потом уже взять какой-нибудь фреймворк, библиотеку, React, Vue, Angular, выбирайте то, что вам предлагают тоже. К чему дышать? Ну, наверное, React самая сейчас популярная, его все хотят, вокруг него такая истерика, и специалистов нет, продуктов много создается. Сколько лет ты уже в программировании? Ну, понимаешь, я бы не сказал, вот, знаешь, такие люди, которые говорят, я в программировании 30 лет, я там программирую 10 лет. Сейчас тенденции меняются настолько быстро, что, если ты скажешь 10 лет, твои 10-летние знания, они не актуальны совсем. Да, это действительно. Да, они фундаментальны, ты, может быть, понимаешь, как работают какие-то нормализации баз данных или какие-то вот вещи теоретические, но где ты их используешь? Допустим, я сейчас с базами данных работаю только в своих домашних проектах. Я на работе, никто мне базу данных не дает, и, в принципе, она мне вообще не нужна. Поэтому можно сказать так, что мои актуальные знания – это три года. Три года вот этого тренда, который идет, по крайней мере, тренд фронтенда, он идет три года. Тренд бэкэнда, он очень длинный, там, 70-х годов, поэтому, если бы я… Я задумалась о том, что… Если бы я работал бы… Нет, я не в 70-м начинал. Если бы мы говорили про бэкэнд, то можно было сказать, вот мой опыт такой-то, такой-то. А во фронтенде он опыт очень короткий. Да, но, тем не менее, получается, что у тебя достаточно много опыта, да? И один из самых популярных вопросов, которые я получаю от своих подписчиков – это какой язык программирования самый легкий для входа, вот с которого нужно начинать, если человек не имеет никакого опыта в программировании. Ну, если выбирать специфику, куда идти, если мы говорим про фронтенд, или вообще человек, вот эти два слова вообще абсолютно… Да, они с вами ничего не понимают. Фронтенд, бэкэнд – это два непонятных иероглифа. Если сравнить, допустим, Java и JavaScript, то JavaScript легче, конечно, поначалу. У него также много своих интересных особенностей, но он легче. Насколько я знаю, да, всё-таки я готова к интервью, ты занимался не только, ну, руками программировал, и плюс у тебя был сайт, свой интернет-магазин, но ты ещё занимался, проведил тренинги, да, для… учил программистов, правильно? Да, мы проводили тренинги открытые просто для тех людей, кому это интересно. Даже не за деньги. Некоторые встречи были бесплатные, потому что это было интересно. Интересно поделиться опытом, интересно посмотреть на людей, которые тоже этим интересуются, и, может быть, даже кому-то сделать, ну, кому-то помочь начать это делать. Было ещё несколько корпоративных тренингов, но проводил в основном их как тренер не я, но, да, у нас было несколько корпоративных тренингов для такого русского, не называть это «русский Амазон», но вот очень большую русскую компанию по торговле, именно интернет-торговле. Ты именно не хочешь называть? Нет, они просили, о них никак не говорили. Два года назад ты приехал сюда, в Бейерию, и понятное дело, что начал искать работу. Вот ты приехал по грин-карте, и получается, что каких-то визов, вопросов у тебя не стояло. Ты мог сразу приступить к работе. И я знаю, что ты был очень удивлён, насколько отличается процесс поиска работы здесь и там. Вот у тебя всё-таки ещё достаточно свежие впечатления. Расскажи о том, какие основные шокирующие моменты, вот разницы в этих процессах ты отметил. Да, обычно, если мы рассматриваем украинско-российско-белорусский опыт, как выглядит процесс. Разместили свой резюме на интернет-портале, HeadHunter, каком угодно, получили звонок от рекрутеров, договорились о встрече, или получили какое-то тестовое задание небольшое, сделали его, потом вас приглашают в офис, приходите в офис, с вами общается разработчик-разработчики, дают какие-то задания, и в тот же день могут сказать, вы приняты или не приняты, либо каким-то образом намекнуть, что вы не приняты. Поэтому можно ходить очень быстро на собеседование и за несколько дней, неделю получить достаточно много предложений и выйти на работу через неделю, через две. Здесь процесс идёт, по крайней мере, для меня шоу по-другому. Ну, сначала размещаешь резюме, потом тебе звонят, спрашивают кто-то такой, кто не такой, выясняют вообще, просто общаются. Могут перезвонить, могут не перезвонить. В офис сразу, естественно, никто не зовёт, заданий тоже не дают. Следующее действие – это, по крайней мере, для технических специалистов, кто пишет код, это скриншеринг, то есть они мне звонят через какую-нибудь систему, а-ля Skype, пишешь код, показываешь, аргументируешь, отвечаешь на теоретические вопросы. Вот тоже следующий этап. То есть, наверное, это, скажем, первый этап, нулевой этап. Это когда с тобой просто поговорят, узнают. Первый этап – это первый этап испытаний. Это через интернет, когда ты решаешь какую-то задачу онлайн, они видят, как ты это делаешь. Камера может быть включена, они видят, что рядом с тобой там не сидят, ещё помощники, старшие братья помогают. И только после этого они принимают решение, приглашать ли тебя в офис или нет. В офисе отдельная волна испытаний, она может быть сделана в один день, может быть разбита на два дня. Если говорить об одном дне, то это, может быть, пять сессий, примерно пять часов. Каждый человек заходит, задаёт свои вопросы, отвечает, смотрит на тебя, но они смотрят не только на то, как ты решил или вообще решил ты или нет. Они смотрят ещё какой ты человек, ты адекватный человек, есть у тебя какие-то странности, такие, которые им не подходят, культурные. Потому что они хотят получить не только человека, который будет решать проблему, а ещё человека, который будет частью команды. И будет не просто винтиком, а ещё просто участником команды, которая будет вдохновлять, которая будет давать новые идеи. И иногда могут отдать предпочтение не самому технически сильному человеку, но который привлёк к себе внимание, который воодушевляет. Да, это то, о чём я часто говорю, но я думаю, что многие не верят до конца. Это действительно так. Вот сейчас ты работаешь в Apple, но до этого ты получил достаточно много отказа. Да, всё верно. Я всё проходил на собственных ошибках. У меня не было человека, кто меня бы поддерживал такими советами. Мне всё приходилось проверять своими собственными гипотезами. В общем, какой вывод из собственных гипотез? Чем больше заявок вы подадите, на чем больших ресурсах вы разместите своё резюме, чем привлекательнее вы сделаете своё резюме, своё предложение, тем больше интересных, по крайней мере, предварительных предложений вы получите. Ну и резюме – это тоже важная штука, потому что резюме – это как этикетка на коробке. Чем она эффектнее, чем она привлекательнее, тем больше на неё внимания обращают. Поэтому резюме – первое. Второе – быть открытым, общительным на телефонных интервью, проявлять свою заинтересованность. Ну как бы это по умолчанию, да, типа ты проявляешь заинтересованность. Но действительно нужно здесь тоже работать, нужно проработать свой рассказ, нужно получить одни и те же вопросы, на них много раз ответить, и с каждым разом ты будешь отвечать всё увереннее. и потом решать больше задач. Поэтому даже вот сейчас с людьми, с которыми я занимаюсь, то мы решаем много задач. Сейчас не нужны люди, которые в IT, не нужны люди, которые не умеют писать код. Ну, может быть, есть специальности, какие-то типа дизайнеров, но я рассматриваю массовый рынок, это где требуется наибольшее количество специалистов. Только те, кто умеют писать код. Не умеешь писать код, не умеешь решать задачи, ты интервью не пройдёшь, и дальше никакого развития не будет. Ну, может быть, первую работу получишь, и будешь на ней сидеть, радоваться, держаться за неё, как за последнее. Да. Смотри, всё-таки Apple — это та компания, о которой мечтают многие. Вот как устроен процесс прохождения собеседования? Ну, насколько он типичный для местности? Какие были этапы? Расскажите здесь поподробно. Я работал в двух проектах, но я работаю через посредника, я контрактор. Я работал через двух посредников в двух разных проектах. Первый проект — это была разработка публичная, то есть она вышла в публичное пользование, этот продукт. А мой нынешний проект — это внутренние инструменты, то есть ими пользуется ограниченное количество человек. Кто-то переживает по поводу, если это публичный продукт, то это у нас какой-то другой процесс. Нет, процесс точно такой же. Никаких... Люди разные, но все профессионалы, все разбираются, что происходит. Процесс отбора тоже достаточно жёсткий. И несмотря на то, что это контрактор или фулл-тайм они берут, всё равно проверяют по полной программе, чтобы выявить сильные и слабые стороны. А вот насколько смешанная команда? Я сейчас всё-таки вернусь к своей теме собеседований, но насколько у вас смешанная команда? То есть много не в национальном плане, а в плане контрактора и те люди, которые в онсайд работают у вас на проекте? В первом проекте было больше контракторов, потому что проект имел жёсткие ограничения по сроку, то есть его не планировалось развивать. А в нынешнем контракторов меньше. Но просто за счёт контракторов, я так понимаю, большие компании пытаются решить краткосрочные проблемы. Контракторам дают даже иногда лучше условия, чем своим сотрудникам, но потому что хотят закрыть этот риск и чтобы потом легче было расстаться с этими людьми. Да, обычно да, на краткосрочные. Как проходят собеседования для контракторов в Эппл? Точно так же. Ну, пиши подробнее. У меня точно так же. Сначала телефонное интервью, вопросы по телефону. Всё так же, как ты мог бы писать на компьютере. Тебя спрашивают по телефону, ты можешь даже диктуй код, как бы это было. И ты, допустим, идёшь по улице или сидишь в машине, ты диктуешь, как это должно быть. Это не просит что-то большое, это может быть несколько строчек. Но лично у меня так было уже. Да, второе. Это выслали задание, что бы я сделал, или попросили ссылку на репозиторию в GitHub. Посмотрели, что делал какие-то свои домашние наработки. А потом в офисе. В офисе меня проверяло 4 человека. То есть, там меня заняло почти полдня. 4 человека. Каждый по часу, может быть, чуть больше было. Мы делали общий проект. То есть, мне сказали, вот мне дали чисто компьютер, сказали, вот у тебя там в концу должно получиться приложение. Ну, оно получилось. Каждый приходил и говорил, а давайте-ка сделаем вот это, давай-ка сделаем вот это. Но общая линия оставалась прежней. Каждый из участников моей будущей команды приходил и смотрел, как я это делаю, как я аргументирую, почему я принял такое решение. И потом в конце пришел еще самый главный, самый главный босс. Как в игре «Босса». И поспрашивал, посмотрел. Все. Ну, в общем-то, я сказал, ну, все хорошо. Но ответ я от него сразу не получил. Мне только через несколько дней позвонили, сказали, да, все, берем. Вот эти два проекта, ты работаешь на контракте. Но сначала ты работал с, типа, как, можно маккурить, как бодишопом из Индии. Да. Да, почему? Галеры, конечно. Да. Расскажи об условиях, которые… Ну, потому что, смотри, у многих вызывает интерес, в принципе, стоит ли связываться с такими компаниями. Насколько они меньше платят? Вот насколько они зажимают? Ну, какие-то такие, можешь рассказать? Зажимают? Ну, первый опыт показал, что они не очень щедрые. Да, я думаю, и я общаюсь со многими русскоязычными ребятами, кого привезли из Украины, России, из Белоруссии. В общем-то, все называют примерно одни и те же суммы. Какие? Да, мы не называем имен. Не называем имен, да. В общем-то, те, кого привозят сюда, им дают 75-90 тысяч. Ну, по крайней мере, из тех, кого я знаю. Могу подтвердить. Да, правда, да? Примерно так. Да. Конечно, когда ты находишься, ну, я находился перед отъездом в Москве, в Киеве, поэтому, когда тебе предлагают эти деньги, ты сразу их как берешь? Берешь, например, 90 тысяч и делишь их на сколько? На 12? Да, там, сразу поделил на 12, думаешь, ого-го, да это же можно жить. Так, сколько там в Америке стоит машина, сколько квартира? Блин, да у меня еще остается куча денег. А потом, да, потом приходят налоги, потом ты понимаешь, что нужно было делить не на 12, ну, как, я считаю так, годовую делишь на 52, а потом умножаешь на 2, и ты получаешь, сколько ты получаешь за каждые 2 недели? Так? Так примерно? Ты так же считаешь? Нет. Нет? Нет. А какая-то формула? Ну, годовой я вычитаю приблизительно налоги и делю на 12, все очень просто. Пускай так. Налоги сколько ты вычитаешь? Ну, опять же, у нас там свои как налоги, но я считаю, что где-то в среднем 30... Смотри, если человек приезжает, допустим, это мужчина, он приезжает со своей женой, она здесь не будет работать, то у них будет налог в районе там, ну, может быть, там 28 процентов, вот так вот я думаю. Если, если, и жена не работает с этим, если они уже работают, то это, скорее всего, будет или он один приезжает, то это где-то 35 процентов. Да, я вот вычитаю 35 процентов вне зависимости ни от чего, потому что так ты получишь более-менее реальный результат. Такой пессимистичный, но близко к реальному. То есть, отними от этой суммы 30 процентов вот то, что ты получишь на руки, а потом еще отними местные затраты на аренду. Причем, когда ты смотришь это перед отъездом, ты думаешь, ну, нормально, можно там за тысячу, за полторы вообще космические деньги снять, что-то приезжаешь, таких цен нет. Да, ты оказывается, смотрел там архивное, архивное объявление за 80-й год. В итоге ты находишь тоже в Apple, другой проект. Да, я вообще собирался уходить. Тоже по контракту. Я уже, я уже второй раз собираюсь уходить. Да, да, да. Ну, сейчас об этом мы еще попридержи коней, как говорится. Об этом мы еще поговорим. Есть ли какое-то ощущение стресса внутри Apple перед выпуском каких-то важных продуктов? У меня нет. По каким причинам в основном инженеры увольняются из этого? Почему ты решил уйти из этого? Почему ты решил кому-то, кого-то, чему-то учить? Есть QA курс и есть контент курс. В чем ваш особенность? Цель, чтобы человек во время курса уже начал искать работу. Я знаю, что у тебя еще есть курс для детей. От 9 лет. Субтитры сделал DimaTorzok